Привет подписота! Многие из вас давно ждали видео с Краймом и я надеюсь это видео вас не разочарует. Поставьте лайки, чтобы я почувствовал вашу любовь и если ты первым хочешь знать о выходе следующих видео, жми на чертов колокольчик. По лучшему комменту в предыдущем видео выиграл этот парень, напиши мне вконтакте и получишь свои 50 рублей. А по результатам конкурса ВК, победитель попросил обратить внимание на эту группу. Группа действительно годная, куча скинов, которые колоритно впишутся в вашу GTA, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А теперь ближе к делу. Я пока не создал свою фракцию, но начал вспоминать былые времена в банде Swan Bloods, которая базируется на территории G-Park, а он же Glen Park. Формат видео будет тот же, который я делал когда-то, то есть вы будете видеть фрагменты из игры с моими комментариями и взглядами на некоторые вещи в РП процессе. Я получил много отзывов от игроков, которые учились благодаря моим видео. Это очень приятно на самом деле, и я решил продолжить этот формат. Сейчас я хочу затронуть тему, как новенький игрок вливается в игру на районе. Мои первые шаги к этой банде были на стриме, к сожалению вы не увидите их в этом видео. Если вам интересна тема вливания в игру банды, смотрите мое старое видео, называется оно «Купи клюшку на Gambit Roleplay». А сейчас я хочу немного поделиться своим мнением. Я писал в АМИ о том, что мой персонаж является местным жителем, и его часто можно было встретить на районе на прогулке со своим псом. Я замечал, как другие также писали в АМИ о том, что они местные, но ауты или мемберы, они бычили в ответ, мол, я тебя никогда тут не видел, ты краб или снич, короче, либо не местный, либо крыса, мол, вали нахуй отсюда, ну и все такое. Ну и вы сами понимаете, что зачастую такой наезд закончится чем-то плохим для новенького игрока. Господа, во-первых, вы отталкиваете новых игроков, которые хотят начать игру с вашей фракцией. Во-вторых, посудите сами. Персонаж не может взяться из ниоткуда, они не рождаются в 17 лет. Ясное дело, что игрок начал играть только сейчас, но по истории своего персонажа он желает играть, что жил тут всю жизнь. Ходил здесь в местную школу, постоянно посещает местный магазин, где-то там в переулке впервые попробовал наркоту, а он там под мостом впервые потрахался. И человек пишет об этом в АМИ. И это правильно. Если человек желает начать игру с местной бандой, отыгрывая местного жителя, а не малолетнего подростка, который приехал с Нью-Йорка. Вы можете отыграть, что не знаете его имени, но визуально вы в любом случае как-то пересекались. А при желании даже отыграйте, что знаете его. Спросите, как у него дела. Ну это, конечно, уже на ваш выбор. Ну, так же и новенькие игроки. Если вы и играете местных жителей, ну это не значит, что тут все ваши кореша и можно сразу делать из себя крутого. Будьте аккуратны сливанием в игру, иначе агрессия со стороны членов банды, она будет полностью оправдана. А теперь немножко игры. Мой парень пытается быть ловеласом, таким себе. Пристает ко всем девушкам, не важно красивое у нее лицо или нет. Подписота. Я не буду позвучивать персонажей, ну разве что когда-нибудь там снова попробую и посмотрим. Я не буду монтировать видео, обрезая кусочки чата, как это делают много ютуберов. Я просто буду его ускорять, показывая все как есть. Если вы чего-то не уловили или пропустили, просто перематывайте и смотрите снова. Я уже говорил в одном из своих видео. Если много игроков вокруг, используйте в чат при общении. А если ваши действия по сути бесполезны для других, используйте АМИ. Ну как видите, я общаюсь с ней на Вичате. Она кстати обратила на это внимание. Но она не поняла, почему я так делаю. Она спросила, почему я так тихо говорю. Ну как сами видите, слишком много лишнего текста других игроков попадает в чат. Поэтому старайтесь не мешать другим, если это конечно позволяет ситуация. В нашем случае нам ситуация это позволяла делать. В общем Дивуля интересовалась наркотой. Мы пообщались с ней и в принципе у меня есть мотивация пробить наркоты, чтобы встретиться с ней снова. Я надеюсь вы увидите ее в следующих видео. Вернувшись на район, меня поцепил для делюгии член банды пойти поснимать драку один на один на районе крипов. Не забывайте отыгрывать эмоции вашего персонажа. Пойти Бладом на район крипов это на самом деле херовая затея. И мой персонаж двинулся туда только потому, что рядом члены банды. Обратите внимание на игру Тимоти Лове, стритнейм его Солджа. Это член банды. Он видел мои отыгровки по поводу выгуливания пса на районе. Отсюда уже у нас с ним и завязался разговор. Продолжение следует... Я не очень вникал в предысторию конфликта, но Эван собирался сейчас подраться с кем-то конкретным из храбов один на один. О распальцовках я думаю нет смысла говорить. Я вообще в этом видео много слишком говорю. Хочется вылить всю информацию за раз. В общем просто смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В подобные моменты, особенно если стрельба, лучше сразу же валить. Просто бежите, не оглядывайтесь. Неважно это было ограбление, драка, убийство. И неважно есть онлайн копы, вызывал их кто-то или нет. Но это должно быть в голове у вашего персонажа. От проблем нужно держаться подальше. После перестрелки Тимати получил огнестрельное ранение. Мы пытались вызвать скорую, но безуспешно. Я в целом вам советую быть таким как Тимати Лове. Он не переживает за своего персонажа, его имущество, статус и тому подобное. Парень получил ранение, помер и отыграл ЦК. Я конечно же не говорю поступать так же после каждого ранения. Но просто не бойтесь прощаться со своим персонажем. Продолжение тут конечно вообще охуенное было. Я надеюсь видео было хоть немного интересным и полезным. Еще больше всего на моих стримах. Например какие-то ограбления. Как мы на троих оформили Дивулю, изнасиловали ее. Поэтому напоминаю еще раз подписаться на мой канал. И поставить колокольчик. Он будет вас информировать о стримах или новых видео. И так же советую подписаться на мой паблик ВК. Там каждый день скриншоты игры моей старой фракции. Еще 2013 года. Интересно и полезно. И так скажу вам. Ну вроде все подписота. Всех целую и обнимаю. До новых встреч. До встречи.